Скажите, пожалуйста, как вы живете в Донецке в условиях боевых действий? Жизнь в Донецке имеет особый ритм, и приходится жить по каким-то гласным и негласным правилам. Ты подстраиваешься под обстановку. Выходи тебе на улицу, или как-то подумать, может быть, это сделать в гораздо другое время, когда будет потише. И, живя в Донецке, мы сейчас чаще смотрим в небо и смотрим под ноги, потому что обстоятельства вынуждают нас поставить такие рамки, что безопасность жизни – это прежде всего. Люди в Донецке, находясь, они просто мечтают, наверное, просто о большее, о тишине по ночам, потому что тихих ночей практически нет. А то, чтобы не спрашивать слова, это гром или прилеты. О том, чтобы жить и не выживать. Ну вот, наверное, такие рамки, в которые нас поставили. Так очень не хочется жить. Хочется жить обычной, мирной жизнью, с планами на завтра, на вечер, на полгода. Но такой, к сожалению, обстановки, таких обстоятельств нет. А скажите, пожалуйста, как вы оберегаете и успокаиваете детей в этой всей обстановке, в этой всей ситуации? Наши дети, они уже прекрасно понимают и различают звуки. Расстояние снарядов, какие снаряды. Они, если вот сидеть на детской площадке и наблюдать, они все знают, когда прилеты, на каком расстоянии. Самое основное правило, конечно же, мы выходим на улицы. Мы мало выходим, но дети должны общаться, должны хотя бы немножко бегать, прыгать, вести детский образ жизни. Дети растут не по возрасту, да, вот мышление не по возрасту? Вообще не по возрасту. И они знают, когда прилеты, на каком расстоянии, когда нужно забегать в помещение. Если мы находимся в помещении, ну, у нас, конечно, правила стен, никто не отменял. Но это уже почему-то так вот, как бы сказать, дети сами знают, что надо становиться в коридор. Это уже вот почему-то подскакивают и идут, хотя не знаю, спасут это или нет, но они становятся. На улице, ну, боимся отпускать, хотя когда рядышком с подъездом, они, ну, у них первая реакция, это уже знают все, сразу забивать в помещение. А пишите вот эмоциональное состояние детей в этой, как бы, ситуации, как они вот вообще ведут себя в этой ситуации? Ну, вот, в основном, хорошо, главное, чтобы кто-то был с детьми во время вот таких нехороших, как сказать, моментов, рядышком с ребенком. Потому что, ну, за руку, страх, ну, вместе держимся, ну, как кажется, тогда не так страшно. А как вот проводят свое свободное время ваши дети? Вот они где-то гуляют, куда-то ходят, может быть, школы работают, не работают, кружки какие-то? Нет, в Кровском районе нет ничего, ни кружков, ни школ, потому что наш район небезопасен буквально на всей этой территории его, и поэтому дети не ходят абсолютно никуда. Небольшое общение только в кругу, ну, семьи, либо вот рядышком кто по подъезду. Но чтобы ходили, гуляли по улицам, особенно на расстояниях, даже такого, ну, мы просто боимся. Вот, а пишите, пожалуйста, ваше состояние, когда вы получили подтверждение путевку в Геленджико от фонда «Быть добру». Вот, какие были эмоции? Эмоции были такие, мы, во-первых, очень долго не могли дозвониться, мы звонили практически целый день, начиная с 10, дозвонились где-то в 13-15. За это время дочь, она все время ничем не занималась, она просто задавала вопрос, ну что, ну что, ну что. Но когда я дозвонилась, у нее уже, ну, я думала, как бы все будет нормально, я сказала, что мы дозвонились, прыгала до потолка отчасти. Ну, а вот когда вы приехали вот на море, да, вот ребенок в этой обстановке, вы заметили какие-то изменения эмоционального состояния вообще в поведении? Вы знаете, не только за своего ребенка, я вот смотрела по детям, которые приехали, да, дети приехали большим коллективом. Наши дети от коллективизма, они не то что отвыкли, они в нем не бывали. Ну, было какое-то время, садик пока это все было, а потом уже дети больше сами по себе. И некоторые, первые несколько дней они привыкали друг к другу. Ну, конечно, во-первых, они незнакомые, но им хотелось общаться, им хотелось схватиться друг за дружку и вот находиться с кем-то. Дети раскрылись после этой замкнутости, которая была первые дни, эти массовые мероприятия, которые здесь проводятся. Их это сплотило. Они все, то есть, они живут в нормальном, реальном мире и в реальной жизни той, которой нет у них дома. А той, которой они должны жить детской, обычной жизнью, беспроблемной. Здесь этого, слава Богу, нет. И хотелось бы, чтобы мир пришел на нашу землю, и мы больше не смотрели ни ввысь, ни вниз, не прислушивались к звукам. Хочется поблагодарить всех людей, причастных к такому отдыху для детей. Каждого. Начиная от фонда, этих слов благодарности нет предела. И, наверное, заканчивая коллективом здесь, который создал просто неимоверные условия для пребывания, они просто вот, ну, изумительные, нет слов. Хотелось бы поблагодарить каждого человека, который прикладывает финансовую помощь, какую-то материальную помощь для того, что вы делаете вот для деток с обстреливаемых районов. Вы просто не представляете, не живя там, насколько вы помогли, насколько вы дали кусочек мгновения, счастья, мира, добра, позитива, улыбок, радости. Спасибо вам всем огромное. Будь добрым.